Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомство с яхтами финской верфи Naughty Cat Yats. В этом выпуске мы посмотрим Naughty Cat 331. Naughty Cat 331 это дальнейшее развитие модели Naughty Cat 33. В 1997 году модель Naughty Cat 33 была модифицирована. Новая яхта получила полностью новый корпус и палубу и была переименована в Naughty Cat 331. Об этом я упоминал в шестом выпуске, когда рассказывал историю верфи Naughty Cat Yats. И перед тем как мы начнем обзор, напомню, что на канале Идеальный Круизер мы анализируем тех параметров разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Думаю многие задавали себе вопрос, можно ли по техническим параметрам парусной яхты понять, что закладывал в нее конструктор, для чего эта лодка подходит лучше всего и какого поведения от нее можно ожидать. На все эти вопросы вы найдете ответы на канале Идеальный Круизер. Итак, наутикат 331. Первая яхта была выпущена в 1997 году. Материал корпуса и палубы файберглаз. Наутикат 331 это мотосейлер, типа снастки мастед кетч, лодка имеет закругленную корму, финкил, первый руля с неполным скегом, рулевое колесо в кокпите и рулевой пост в рубке. Двигатель дизель Янмар 75 лошадиных сил. Емкости. Бак для воды из пластика, емкость 400 литров. Топливный бак из нержавеющей стали, емкость 500 литров. Холдинг танк, он же бак для серых вод, из нержавеющей стали, емкость 40 литров. Примерная цена 220 тысяч евро. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 33,14 фута. Длина корпуса по КВЛ 28,21 фута. Ширина корпуса максимальная 11,15 фута. Осадка 4,86 фута. Водоизмещение 18 739 фунтов. Площадь парусности 612 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для «Намутикат-331» значение фактора энерговооруженности равно 13,93. Это меньше эталонного значения. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути, показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициента. Значение – 372,64 больше, чем у эталона. Лодка относительно тяжелая для своей длины. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для гоночных проектов значение фактора комфортности может быть меньше 20. А у некоторых длиннокилевых проектов Колина Арчера значение может достигать 60. Типичные значения для крейсерских яхт лежат в диапазоне от 30 до 40. Для «Намутикат-331» значение равно 39,3. Прекрасное значение. Это плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,62. Это прекрасное значение и даже лучшее талонного. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. И является одним из показателей остойчивости. Значение 0,28 значительно меньше талонного. В данном случае предпочтение отдано остойчивости формы. Добавим плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. И характеризует относительную ширину корпуса. Для крейсеров более характерны умеренно стройные. То есть не узкие и не слишком широкие корпуса. Для наутика 331 значение равно 2,97. Значение значительно меньше талонного. А это значит, что корпус относительно широкий. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватеролинии. В нашем случае скорость корпуса равна 7,12 узла. Это намного меньше, чем у эталона. Ватеролиния лодки также немного меньше, чем у эталона. Плюс к условному комфорту. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для наутика 331 значение равно 1,16. Это намного меньше эталонного значения и говорит о том, что лодка не динамичная и имеет спокойный характер. Конечно, это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Момент инерции очень чувствителен к расстоянию элементов судна от центра тяжести. Новый тяжелый рангоут может существенно повысить момент инерции при незначительном изменении водоизмещения. Для нашей лодки значение равно 796968,93 фунта на фут в квадрате. Значение соответствует эталону. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у остойчивых малый. Период бортовой качки зависит от момента инерции. В нашем случае период равен 4,21 секунды и находится в зоне комфорта. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значениями до единицы. Валкими со значениями более полутора единиц. Значение 1,24. Меньше эталонного и говорит о том, что лодка умеренно валкая. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G. Это значение, практически не оказывающее влияние на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для наутика 331 значение ускорения бортовой качки равно 0,05 G. Это отличное значение. Плюс к условному комфорту. Подведем итог по наутика 331. Никаких неожиданностей не произошло. И как и предполагалось, наутика 331 радует нас показателями, характерными для хорошего круизера. И набирает 8,73 балла в рейтинге идеальный круизер. Немного не дотягивает до эталона фактор энерговооруженности и фактор скорости. Но для круизера это не критично. Как говорит Андрей Невзоров, 6-7 узлов – это та скорость, при которой, условно говоря, кружки и стаканы не летают. Все остальное вообще замечательно. Лодка достаточно тяжелая. Это значит, что вы не будете левитировать над кроватью с частотой встречной волны. Фактор комфортности – отлично. Риск опрокидывания – замечательно. Корпус относительно широкий, а это жизненное пространство. Период бортовой качки в зоне комфорта. Ускорение бортовой качки прекрасно и находится в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. Резюме короткое и однозначное. Наутика 331 – это хорошая круизная лодка. Итак, Наутика 331 занимает 10 место в рейтинге идеальный круизер, расположившись на первой странице рейтинга и потеснив Амель Супер Мараму 2000. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. Данная концепция отдает предпочтение яхтам длиной от 36 до 46 футов и предназначенных для управления малым экипажем, например, семейной парой. Итак, на первой странице рейтинга. На второй странице Все страницы рейтинга Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 50 футов. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.